Приветствую вас на канале Артсейл.Инфо. Наша традиционная рубрика «Художник для инвестиционной коллекции». И сегодня у нас в рубрике Пётр Иванович Беленок, 1938-1991 годы жизни. Знаменитый художник, 60-ник, ну-конформист, один из главных представителей из художников обоймы современного неофициального искусства послевоенного, изобретатель жанра панического реализма, своего стиля, своего направления. Начиналось все очень необычно в его жизни. Он учился в Киеве, сам из украинской деревни в Киевском художественном институте, сначала в художественной школе, потом в художественном институте и по специальности скульптор. Мы его знаем как художника, но он скульптор. И отправили Молдову специалиста в город Ровно заниматься профильной деятельностью советского скульптора, а именно лепить бюсты Ленина, полководцев, Чапаевых, героев гражданской войны. Одна из таких удачных работ Беленка с Чапаевым, она разошлась потом по открыткам с памятником Чапаева. И вот, писаете, малой человек, чуть больше двадцати, а уже мастерская собственная, уже штат помощников, штат каких-то людей, которые обеспечат всю эту деятельность, то есть уже начальник такого цеха скульптурного. И главное, что море заказов. Каждый дом культуры, к каждому райкому, крайкому и так далее, нужно перед зданием иметь бюст Ленина. В каждом городе должен быть герой гражданской войны Великой Отечественной и так далее. То есть заказы заказов море, то есть с работы завались. Человек работает, 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 а главное, что это гарантирует такую обеспеченную жизнь и движение по карьерной рейс в Советском Союзе. То есть ты занимаешься этим делом, тебя постоянно заказывают, у тебя постоянно работа и так далее. Сказал, что тебе еще надо, вот у тебя все есть, да, а что-то надо было, да. И художник, когда уже появились деньги, появились возможности, стал пропадать в Москве, да. То есть летать в Москву мог себе позволить. Ходил на выставки, ходил, смотрел, что происходит в культурной жизни. Прорывался через железный занавес, через литературу, через какие-то журналы польские. Он знал хорошо польский язык, соответственно, читал польские журналы про искусство. И даже делал, Лимонов рассказывал, да, что он делал переводы французских поэтов с польского языка на русский. То есть не с французского на русский, а с польского языка на русский. Интересный такой момент. Приезжает в Москву, смотрят, и переезжает, в конце концов, в Москву постоянно, да, чтобы заниматься независимым искусством. Бросает успешную свою деятельность на Украине с Ленинами, с бюстами Ленина. Приезжает в Москву в 67-й год, жизнь бурлит. Бельнок, он был членом Мосха, соответственно, у него были возможности официальных выставок, у него были заказы на те же самые бюсты Ленина и так далее. То есть позволяли здесь обеспечивать семью в том числе. Ну, выставляется он в кафе «Синяя птица», выставляется он с неофициальными художниками. Из резонансных выставок, можно вспомнить, о павильон пчеловодства, выставка в ДК Ваденхана, на которой стояли огромные очереди, где выставлялись там не мухи, не краснопевцев. И то, что сейчас такой свет и пантеон неофициального послевоенного искусства, самые главные наши художники. Но это, конечно, позволило художнику войти в историю искусства, как самостоятельный, независимый, интересный, новаторский художник, новаторский мастер. Появился тот самый знаменитый панический реализм. Конструкция панического реализма, в принципе, так можно объединить и найти какие-то общие закономерности в его паническом реализме. Обычно это человек, который противостоит какой-то стихии, какой-то непонятной субстанции, обычно агрессивной, обычно какой-то загадочной, непонятно что. То ли комета летит, то ли черная дыра какая-то открывается, то ли что-то еще. В случае с Беленком это всегда такая загадка, такая мистификация. Но человек прорывает через эту стихию, сопротивляется, иногда убегает от нее. Поэтому, как правило, две трети полотна, две трети картины, две трети площади картины, отведены вот этой субстанцией, где-то маленькие люди. Люди он на раннем периоде своего творчества, где-то в начале 70-х годов, он ее рисовал, делал вручную, прям-прям прорисовывал. Позже он стал делать это в виде коллажей, то есть он вырезал из спортивных журналов вот такие вот вещи. То есть это обычно фрагменты из иностранных, из наших спортивных журналов. То есть вырезал такие фигурки с эмоциями, с какими-то характерами, вот и встраивал их в свою замысел, в свою идею, в свою композицию. Обычно с какими-то доработками, то есть это не в чистом виде, там прям вырезал, наклеил. То есть это вот вырезано, смонтировано, там дорисовано что-то, как-то вот собрано и так далее. То есть особый такой стиль. Белинка покупал Костаки. И даже когда Костаки уже уехал в Грецию, я видел прайс-листы галереи Костаки. И там вот были в среде таких позиций прям прайс-листов там Слепышев. И вот Беленок занимал тоже достаточно такую солидную часть этого прайс-листа. То есть Беленка возил по миру в рамках своего такого неофициального музея русского современного искусства, советского современного искусства в изгнании. И Глезер показывал их в разных европейских странах, и в Германии, и в США. То есть Беленок присутствовал в таком международном контексте. В этой обойме всегда присутствовал. Но это один из таких редких художников, который достаточно плохо обеспечен литературой. То, что мы называем. То есть если по Зверю, по Яковлю вызваны массивные каталоги, большое количество выставочных каталогов, то с Беленком это гораздо сложнее найти материал, найти какие-то воспоминания, какие-то очерки. То есть в принципе все, что мы знаем о Беленке, это обычный человек, обычный коллекционер. То, что если он не знаком с людьми, которые знали лично Беленка, и ему уж напрямую информацию получить, то прочитать о нем можно в очерке «Московская богема» Эдуарда Лимонова. Можно прочитать о воспоминаниях Брусиловского в книге «Студия». Вот, например, Беленок. Фотография Анатолия Брусиловского, художника. Но обычно это такие небольшие, небольшие рассказы, небольшие такие сюжеты рассказывающие. То есть такого прямо большой повести о Беленке, ее не существует. По крайней мере, если попробовать найти какую-то литературу, там, проискать где-то книжки о Беленке, скорее всего, вы их не найдете. Возможники существуют, да, но сейчас купить их тяжело. Поэтому собирать коллекционеру, получается интересная тема. То есть такого художника можно, ну, не то что заново открывать, но какие-то подробности, какие-то нюансы, какие-то там бытовые факты новые, биографические факты новые. Открывать заново можно и самопроводительство работы. Интересно, интересно. Для коллекционера это будет интересно. Теперь, что по ценам? Что по ценам? Ну, довольно, довольно все просто. То есть большие арголиты, метр двадцать, метр, там, больше метра двадцати, сегодня основой диапазон 700-900 тысяч рублей. Вот такой вот разброс. Работы на бумаге, которые, там, в два раза меньше, например, вот этой, да, там, 70 на 80, примерно такого размера, стоят, будет в диапазоне 300-400 тысяч рублей. Хотя совсем недавно стоят 250, там, от 200 тысяч рублей. Вообще, за последние два года, мы вот так вот проанализировали, посчитали, цены на Беленка, на работу Беленка, и все, и на живописи, и на графику, выросли в два раза. За два года в два раза, а за три года почти в три раза, да. Хотя, в принципе, история знает моменты, в 98-й год, 97-й, 97-й год, это пик русского рынка. Тогда аукционный рекорд Беленка вообще был в 125 тысяч долларов. На аукционе в Лондоне за большую работу эффектную. А несколько работ в те же годы перевысили рубеж на 50 тысяч долларов. Но эти времена уже прошли, тогда безвозвратно, в принципе. То есть, может быть, когда-нибудь когда-то еще вернутся, но на историческую перспективу так загадывать нельзя. Почему сейчас хороший момент покупать работы Беленка? Потому что они есть. Потому что сейчас такая ситуация, когда высококлассные, большие, крупноформатные работы, они на рынке появляются. И цены, в принципе, на них укладываются в голове. То есть, нормальные цены, которые можешь позволить себе коллекционер со средним достатком. Обычно все эти, зачастую, необычно, зачастую, многие из тех работ, которые мы видим у Беленка, они нуждаются в реставрации. То есть, там это обычно какие-то утраты существуют, какие-то пятна, где-то там царапины какие-то, сбитые углы арголита. А он писал на арголитах, то есть, большие масштабные работы, он писал обычно на арголитах. Арголиты, это, то есть, брал их, не знаю, в каких-то мебельных магазинах. То есть, не какие-то профессиональные арголиты, кто-то пошел в магазин и купил. Нет. Это как-то все доставалось там по знакомствам, по связям и так далее, с мебельных магазинов и все такое. Они, как правило, бывают сбиты углы. Но все это прекрасно останавливается, все это прекрасно чинится реставраторами. Стоит какие-то совершенно вменяемые денег. Там в диапазоне, наверное, держать в голове на цифры порядка 20 тысяч рублей, может быть, чуть больше, на такую качественную, полную чистку, реставрацию работ Беленка. И это, в принципе, совершенно разумные меры для того, чтобы и траты, и расходы, для того, чтобы приобретать вещи инвестиционного класса. Как будут они расти? Я думаю, что прогноз примерно такой же, как и по большинству художников орбиты неофициального искусства, такое обойму неофициального искусства, это порядка 15-20% в год. Можно ожидать роста цен на эти работы. Как сложится, никто не знает. Но по текущей ситуации, по текущей конъюнктуре мы думаем, что примерно так. Такой диапазон. Что из доступного Беленка есть? У него есть небольшие работы, сделанные на фотобумаге, и даже в каталоге, который, в принципе, недавно был издан энтузиастами, коллекционерами, каталог небольшой работ выставочных. И там можно найти работы, которые сделаны на... посмотреть работы, которые сделаны на фотобумаге. Они обычно на руках, по рукам покажу. Примерно такого небольшого размера, бывают очень компактные. Стоят они в диапазоне, ну, наверное, 120-150 тысяч рублей. Там плюс-минус. Вот. Очень хорошего... Обычно они очень хорошей сохранности, очень хорошего качества, компактные, небольшие, но абсолютно беленковские. Беленкаксы готовят из тех художников, которые спутать нельзя, нельзя перепутать. То есть никого похожего даже близко нет в русском неофициальном искусстве. То есть один раз увидел, запомнил. Беленок, все, есть. По поводу подделок. Художник не из группы Риска. Вот. Таких работ, сомнительных по беленку, я бы сказал, что мне даже в руки никогда не попадало. Но все равно есть общее правило. То есть работая в такие деньги и такие имена, это уже экспертиза. Экспертиз делает Валерий Силаев. Обязательно обращать внимание. И работы либо приобретать уже с готовой экспертизы, либо продавцу ставить такую сдачу, чтобы эта экспертиза была. Чтобы экспертизу тут делали. Так вот, Петр Беленок, художник официального искусства, панический реализм, который называют еще катастрофизмом, катастрофицизмом, так предложил в свое время Анатолий Барсиловский. Еще называют его психическим реализмом. прижилось слово панический реализм. Петр Беленок, панический реализм. Инвестируйте, покупайте знаковый, важный художник для коллекции официального искусства. Очень рекомендуем. Удачи!